Фаля, Бразилия, возможности для бразильско-китайских отношений Ян Кван Минг, посол Китая в Бразилии Фаля, Бразилия 25 мая 2019 года Между 25 по 27 апреля в Пекине прошел второй форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь», в котором приняли участие 38 глав государств и правительств, а также более 6000 представителей из 150 стран и 90 международных организаций По сравнению с прошлогодним мероприятием нынешний форум мог похвастаться большим количеством участников, более обширной программой и внушительными результатами Я хотел бы упомянуть несколько основных моментов Во-первых, форум наметил курс на партнерские отношения и определил цель на ближайшие годы, которая заключается в том, чтобы повысить качество в рамках инициативы «Один пояс, один путь», БРИ, или нового шелкового пути, глобального проекта инвестиции в инфраструктуру, на основе принципов сотрудничества, консультирования и совместного строительства Открытое, экологичное и чистое партнерство выйдет на новый уровень, будет способствовать улучшению качества жизни населения и устойчивому развитию Необходимо ввести общепринятые международные правила и стандарты, чтобы, поддерживая баланс и интеграцию, обеспечить экономическую, социальную и экологическую устойчивость Именно такой консенсус определяет развитие сотрудничества в рамках этой инициативы Во-вторых, на форуме были обозначены приоритеты Все стороны поддерживают глобальное партнерство в области наземной, морской, воздушной интернет-связи путем создания высококачественной, надежной, устойчивой, доступной инклюзивной инфраструктуры Важно, чтобы страны признавали и одобряли общую политику, правила и стандарты Это значительно облегчит поток товаров, капитала, технологий и персонала Данные меры будут лучше отвечать требованиям роста каждой страны в зависимости от имеющихся у нее ресурсов в целях достижения скоординированного развития В-третьих, была усовершенствована структура сотрудничества Впервые в рамках форума прошла обширная деловая встреча и работала группа экспертов по местному сотрудничеству Были заключены договоры о партнерстве по 283 конкретным проектам и подписаны соглашения о деловом сотрудничестве на сумму 64 миллиарда долларов США В ходе мероприятия было запущено более 20 многосторонних механизмов сотрудничества с Китаем которые охватывают такие области, как финансы, таможня, энергетика, охрана окружающей среды, культура, аналитические центры и пресса Все эти инициативы обогатили систему сотрудничества в рамках БРИ В-четвертых, был раскрыт потенциал для будущего сотрудничества На форуме президент Си Цзиньпин объявил, что Китай проведет ряд важных реформ и примет серию мер, способствующих больше открытости Имеется в виду расширение притока иностранного капитала в другие сектора экономики Укрепление международного сотрудничества в области защиты интеллектуальной собственности Увеличение импорта товаров и услуг Более эффективное согласование международной макроэкономической политики и более продуктивная реализация политики открытости Все это принесет больше взаимовыгодных возможностей Сегодня двусторонние отношения Китая и Бразилии, которые проводят ряд важных реформ, также вступают в новую историческую фазу Новый шелковый путь, безусловно, предоставит обеим странам возможности для достижения общего прогресса Чтобы углубить сотрудничество, мы должны в более динамичной форме формулировать наши стратегии и требования роста Более эффективно использовать потенциал нашего прагматичного сотрудничества Укреплять интеграцию инфраструктуры и согласование политики Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Материалы на СМИ